всем привет друзья вы на канале глюк мастер и в этом видео я расскажу как изготовить качественный самодельный штатив например для такой вот камеры в общем как обычно будет интересно поэтому устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра давайте посмотрим какие детали понадобится для изготовления штатива и сразу скажу что штатив будет настольный невысокий вот похож на это только в этом штативе будет основание которое выполнено вот из такой тяжелой штуки это два радиатора которые соединены между собой и я их покрасил в черный цвет и выглядит это теперь намного красивее чем просто обычные алюминиевые радиаторы далее здесь я просверлил два отверстия и стоял сюда вот такие уголочки которые просто прикрутил на саморезы которые сами просверливают себе ну саморезы которые сами просверливают себе отверстия выглядит это вот так и сюда уже будет прикручиваться дальнейшие детали следующие детали я уже как видите тоже их покрасил в черный цвет это обыкновенные мебельные петли для вас чтобы вешать например там кухни какие-то полки и прочее они продаются в любом магазине хозяйственном то есть можно их где угодно найти и стоят они суще копейки дальше вот здесь вы могли заметить вот такие вот резиночки эти резиночки предназначены для того чтобы их приклеить вот тут вот снизу и для того чтобы данный штатив и не ездил по столу потому что так вот он двигается совершенно спокойно даже если положить эти резинки вот он уже намного лучше не ездит эти резинки я взял от кроссовок то есть эти были резинки для того чтобы я кстати делал обзор на них чтобы заменять шнурки на вот такие обычные резинки но они со временем оборвались и теперь я для них придумал вот такое вот использование очень полезны также одна деталь нам понадобится которая действительно ее как бы не найдешь просто так и быстро у вас нигде она вряд ли заваляется хотя такое тоже может быть в общем это вот такое специальное крепление для камеры которая вкручивается в камере вот тут вот снизу имеет специальную резьбу и она держится просто отлично здесь в таком креплении самая главная штука в том что здесь они обычные шаг самой резьбы поэтому простой болт вы не сможете взять и не закрутиться в камеру ну еще здесь есть такая вот специальная штука которая соответственно зажимается на камере если там например у нее вот этот башмак находится чуть чуть пониже или повыше то есть если до конца вот это вот сам болт туда не закрутится тут внутрь я уже вставил вот такие вот гаечки они нужны для того чтобы вот это вот петля не сжималась дальше также нам понадобится ну соответственно все весь крепеж который есть здесь вот вы видите это три болта на длины примерно сколько тут около двух с половиной наверное сантиметров желательно взять широкими шляпками чтобы не подкладывать шайбы с другой стороны 6 гаек и и вот 4 шайбочки но это все зависит того из каких деталей вы будете собирать данный штатив так дальше еще очень важный момент это вот эти вот штучки такие ручки казалось бы они все у меня разные и можно было бы заметить на моем штативе который я уже сделал вот давайте на него посмотрим здесь тоже все ручки разные ну вот эта ручка здесь похоже точно такая же вот эта ручка здесь точно такая ну а вот эта ручка здесь немножечко другая и как я их сделал эти ручки я изготовил самостоятельно сделал и достаточно просто взял обычные вот такие вот гаечки маленькие и эти гаечки сюда просто напросто внутрь вплавил и получилась вот такая вот интересная штука значит как это происходит как это делается просто берете какой-нибудь болт на него накручиваете гайку я прямо сейчас даже покажу как это делается вот так гайку с одной стороны накручиваете так это у меня просто большие гайки в общем накручиваете гайку с одной стороны потом ставите шайбу потом опять накручиваете гайку ну гайки должны быть конечно же под размер данного болта они немножко меньше здесь у меня по-моему на 7 на или на 8 гайка здесь наверное на 7 в общем и таким образом вот и и вот здесь нагреваете потом обычной горелочкой вот такой вот просто все это дело нагреваете и пока она горячая гайка вы ее вставляете и потом просто-напросто когда вы откручиваете вот это вот сайба которая находится сзади она просто не дает дальше пластику как-то растечься в шайбу желательно взять побольше размером чтобы она была пошире но при этом чтобы у нее как бы отверстие было такое же как и в самом болте и таким образом можно запрессовать вот я сюда и сюда заплавил как видите вот обычные самые стандартные гаечки вот они там внутри заплавлены то есть таким образом я для себя открыл секрет как делать разнообразные вот эти барашки очень просто и легко и наделал их себе целую кучу вы тоже можете это очень легко сделать так дальше что еще нам понадобится следующее это вот такие вот резиночки которые нужны для того чтобы штатив вот в этих местах сейчас покажу вот тут вот он не перегибался чтобы он просто не гулял туда-сюда и чтобы все отлично держалась вот видите здесь уже стоят резинки здесь тоже стоят резинки сейчас мы все это конечно поставим и посмотрим как она все это дело работает ну и резиночки вот эти у меня нижние они не нашлось прям резиновых и плюс к тому не обязательно чтобы они прям резиновые были вот эти вот самодельные пластиковые а эти резиновые все теперь можно приступать к сборке для того чтобы уголки между собой не сжимались после того как мы зажмем барашек вот это вот мы вставляем сюда гайки чтобы их просто распереть пока не вставится сюда болт запихиваем так хорошо теперь снизу берем подкладываем вот эти вот пластиковые такие типа резиночки чтобы ничего не прокручивалась но по сути после того как я детали покрасил они уже между собой не так прокручиваются и уже очень хорошо прилегает но я все-таки подложу эти пластиковые штучки так ну еще выбрать нужно моменты где у вас будет перед зад и где вы будете подкручивать то есть какой стороны вставлять болт кстати они должны сюда по идее приклеится если поддержать краска то нет не приклеиваются так ну я наверное вот с этой стороны вставлю это на самом деле не важно но сразу заранее посмотрите на это а ставил я сначала мы вставляем вот так потом вот так и потом уже вставляем сюда так опять неправильно да что ж такое то вот так вот я видите даже поцарапал немножечко вот эту гайку что не очень хорошо точнее болт шляпку болта так сюда надеваем что же ну так все туго одевается опа опа и снизу нас поставится только вот это вот маленькая штучка такой вот крутилка поднимаем все снизу у нас теперь все стоит можем там поджать как-то чтоб все было ровно так теперь собираем вверх сверху ну можно вот как-то вот так опустить не знаю вот так чтобы лучше видно вот тогда будет лучше видно и я не помню на самом деле как оно было или внутри или снаружи по моему они были внутри да вот эти части были внутри между ними обязательно тоже ставим резинки чтобы тут все очень хорошо держалась вставляем резинку дальше у нас идут три гайки или или шайбы сейчас подождите сейчас помню хорошо что перед тем как собирать я сделал фотку и теперь понятно что там были гайки кстати вот так штатив выглядел до покраски но теперь продолжим сборку вставляем сюда гаечки но перед тем как ставить гайки конечно же делаем вот так потом уже надеваем гайки можно сразу три дальше у нас снова так и тут резиночку не забываем обязательно все но дальше уже очень просто прикручиваем прикручиваем вот здесь так что-то она не закручивается нет пошла нормально вот так все теперь можем менять его высоту и уже кстати получилось очень даже красиво и поджимать так как нам нужно здесь снизу регулируем поджим да кстати после покраски реально сейчас ничего не гуляет но можно прям рукой до этого надо было очень сильно здесь зажимать теперь кстати намного лучше вот так вот все выглядит но это еще не окончательный вариант еще конечно же ножки в конце приклеить тут уже чуть-чуть совсем осталось сверху делается все еще проще смотрю смотрю еще раз как там были установлены гайки точнее шайбы тут все очень просто две шайбочки вот так потом вот так и потом вот так все очень мало просто отлично закручиваем так смотрим что получилось вот такой получился штативчик все штатив по сути полностью готов теперь сюда можно накручивать камеру но прежде чем это делать снизу надо приклеить ножки точнее ну не ножки а резиновые такие подставки это не совсем ножки которые мы вот сюда сейчас благополучно приклеим так для этого будем использовать обыкновенный супер клей кстати можно было бы приклеить и лаком ну давайте попробуем приклеить супер клеем обильненько намазываем клей гелем но не сильно так что прям очень много и приклеиваем как то вот так все теперь крепко прижимаем и клей сейчас должен схватиться ну это можно будет прижать уже непосредственно когда поставим на него так опять же нажимаем клей и приклеиваем как то вот так упс чуть чуть не туда ну здесь ох пальцы прилипло не столь важно уже как оно будет выглядеть главное чтобы работало ну да надо было все таки нам ближе к краям тогда более устойчиво это все дело было я уже сильно далеко от края приклеил ну я думаю так тоже будет нормальная устойчивость все теперь просто переворачиваем и вот так вот прижимаем по идее клей уже там схватился да чтобы он не застыл его лучше закрыть вот как то так ну и теперь давайте посмотрим как вообще сюда можно будет установить какую то камеру и возьмем например вот такую вот камеру которую я только что показывал да кстати вообще по поверхности уже никак не скользит вообще очень хорошо держится на поверхности прям прям очень круто прикручиваем камеру попал в резьбу это камера достаточно тяжелая но в принципе она должна держаться здесь до поджимаем теперь поджимаем здесь можно сделать повыше все камера как бы держится практически но вот здесь вот теперь хорошо держится ну естественно этот штатив не предназначен для такой большой камеры это я просто показываю его возможности что в принципе он и даже такую камеру может держать он будет больше предназначен для вот такой вот камеры для маленькой вот например к как это Logitech Brio или 920 можно на него поставить или Sony в общем вот такой вот получился штативчик очень даже неплохо выглядит мне даже очень нравится и да я думаю что вам тоже такой штатив понравился и возможно даже видео для вас было интересным и полезным и может быть вы сами себе захотите изготовить такой штатив я надеюсь что я вас вдохновил на дальнейшие какие-то самоделки вот такой получился красивый штативчик мне в принципе очень нравится камеру лучше оттуда убрать потому что она очень тяжелая по сравнению с этим штативом ну сам штатив конечно же ее несмотря на что держит но очень важный момент это вот это вот тяжелое основание если вы найдете какое-то тяжелое основание не обязательно использовать для этого как раз радиаторы кстати эти радиаторы от процессоров AMD можно использовать и другие радиаторы тоже большие потому что они просто имеют большой вес тяжелые если вы найдете какие-то медные болванки можно использовать вообще разнообразные совершенно основания главное чтобы это все выглядело ну более-менее красиво и плюс тому вы всегда можете покрасить все это дело баллончиком вот такой получился штативчик я считаю что получилось очень красиво несмотря на вот эти отверстия кстати эти отверстия можно было бы просто запаять так как я сделал например вот в этом штативе здесь используются такие же такие же петли только единственное что они здесь с запаянными отверстиями поэтому выглядит вообще более так скажем по заводскому чем вот этот штатив хотя здесь тоже выглядит я бы сказал очень даже неплохо ну что ж друзья спасибо огромное что досмотрели это видео до конца я надеюсь что оно вам понравилось вы были на канале Клюкмастер всем всего самого хорошего увидимся в следующих видосах всем пока 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 я